Друзья, всем привет! А я продолжаю серию наших видеороликов о ситуации на рынке по продаже новых автомобилей. И в этом видеоролике я постараюсь быть кратким и донести до вас только полезную информацию о том, что сейчас происходит на рынке по продаже новых автомобилей на момент мая 2021 года. А тем, кто забыл, напомню, что я занимаюсь помощью в покупке новых автомобилей и на основании этого владею ситуацией, что происходит на рынке по всем брендам в целом. И этой информацией буду с вами делиться. В общем, я не буду размазывать кашу по тарелке, но прежде чем мы перейдем с вами к основной теме выпуска, я просто обязан вас познакомить со спонсором этого выпуска. И все те, кто присматривается к покупке автомобилей с пробегом, ребята, выделите одну минуту вашего времени и прослушайте это объявление. А спонсор этого выпуска компания Ed Motors в лице ее руководителя Эдуарда, который привозит автомобили и мототехнику с крупнейших аукционов мира. Это США, Япония, Арабские Эмираты, Южная Корея. И привозит он автомобили на наш рынок под полную пошлину. Внимание, под полную пошлину. Это означает, что автомобили можно поставить на российские номера, на российский учет. И привозит любые автомобили, как с левым рулем, так и с правым рулем. Самое главное, что привозит с хорошей выгодой от нашего рынка. Какая это выгода? Обращайтесь к нему, предварительный расчет получите. Можно притащить и электрические тачки, такие как Tesla, Kia Soul Electro, Nissan Leaf, BMW i3, ну и, конечно же, другие автомобили. Чтобы человеку было удобно и не болела голова о всяких мелочах, компания делает весь цикл под ключ. С момента заключения договора, выбора машины до момента получения номеров в ГАИ. В Россию авто можно везти как конструктор. И это будет гораздо дешевле. Делай так или нет, решение принимать тебе. Эдуарда я уже неоднократно рекламировал и могу за него вручаться лично. Потому что люди к нему обращались и свои обязательства он выполнял. Плюс ко всему этому он ведет открытую публичную деятельность. В инстаграме и на ютюбе у него есть каналы, где он рассказывает и показывает о своей деятельности. Все подробности по ссылочкам в описании. Переходите, смотрите, звоните ему, задавайте вопросы. Рассмотрите возможность покупки автомобиля с выгодой для себя с компанией Ad Motors. Ну что, начнем. Я подготовил список, по которому я и сейчас пройдусь. И в первую очередь мы начнем с масс-сегмента. Под словом масс-сегмент я подразумеваю все те автомобили, которые на сегодняшний день в ценовом диапазоне до 4 миллионов. Но начиная даже с самых доступных брендов в виде наших отечественных производителей. В виде корейцев под видом Kia Rio, Solaris, Rapid. И я спешу напомнить, что в России самая продаваемая модель является наша отечественная Lada Granda, чья реализация в 2020 году составила 126 тысяч автомобилей. Это на 7% меньше, чем в 2019 году. Второе место занимает Lada Vesta, чьи показатели тоже упали на 4% и составили 107 тысяч автомобилей. Я вам выложу официальные данные от Автостата по топ-10 автомобилей, самых продаваемых в нашей стране. Третье место это Kia Rio, четвертый это Solaris и самый продаваемый кроссовер это Hyundai Creta. Друзья, ситуация следующая. Никак она не меняется в лучшую сторону. Вот все как было месяц назад, полтора месяца назад, до последний год. Все так и осталось. Цены как росли, так и продолжают расти. Смотрите, изначально был большой скачок цен, исходя из того, что вырос сильно доллар. Сейчас доллар, как вы знаете, торгуется на отметке примерно 75 рублей. На основании этого подорожаний в связи с курсом нет. Но все производители сейчас как один говорят, что все новые автомобили, которые будут приезжать на конец лета, на начало осени, естественно, все будут с плановым поднятием цены. Таким образом, если вы захотите купить, допустим, какой-то автомобиль, любой. Мазда, Toyota, Kia, Hyundai, Skoda. И вы рассматриваете вариант из того, что вы сейчас его закажете, а он придет там по осени к вам, либо в конце лета. Все это будет с плюсом к прайсу. Это 100% я вам говорю. Что происходит с точки зрения скидок и ценообразования? Очень часто люди, которые ищут сами автомобили, натыкаются на все те же самые сайты официальных дилеров, где расписано скидка, скидка, скидка. Нету никакой скидки, особенно когда речь идет, допустим, про корейцев, где минус 200 тысяч рублей. О, приезжайте к нам, мы вам сделаем минус 150 тысяч за трейдин, мы вам сделаем минус 200 тысяч за кредит. Все будет в лучшем виде. Такого сейчас не существует. Вот рассказываю вам интересную информацию с точки зрения корейцев. Буквально несколько недель назад человек ко мне обращается, говорит, хочу купить Sportage. Я говорю, ну не будет никакой скидки. Я всем отвечаю всегда честно, мне нет смысла с вас там брать денег, искать машину, потом сказать, ой, знаешь, оказывается надо плюс 200-300 тысяч доплатить. Я сразу говорю, что скидок нет. Он говорит, хорошо, я готов купить машину без скидки. Мне бы понять, какая будет наценка на этот автомобиль. Звоню знакомому менеджеру, говорю, как там у вас ситуация. Он рассказывает, смотри, сейчас от руководства план стоит такой. Вот есть розничная цена на автомобиль. Друзья, подчеркиваю, моделируйте под себя любой автомобиль до 3-4 миллионов рублей. Там плюс-минус ситуация одна и та же. И к розничной цене нужно заработать, в частности, на Sportage, он мне сказал, плюс 200 тысяч рублей. Чистыми. Что это значит? Простыми словами, вы платите розничную цену за машину и еще 200 тысяч вы заносите сверху. За ни за что, за воздух. Никакие допы вам не повесят. Если вы задаете вопрос, подожди, ну а как же хотя бы какую-то сетку, там еще что-то. Вам скажут следующую ситуацию, что смотри, плюс 250 тысяч рублей ты платишь, и ты получишь машину с допами. На полтинник тебе навешивают там коврики, защиту картера, сетку. Соответственно, вот что-то на 50 тысяч рублей. Но в любом случае, чистыми сверху с тебя заработают 200 тысяч рублей. Очень сильно меня удивляет ситуация, допустим, с некоторыми моделями от корейцев, такие как Kia Sorento, Santa Fe, Carnaval, который вышел, Palisade. Факт в том, что звонишь людям, машина в единицах. Куча, да, видеообзоров свежих, новинка вышла, вот тачка, вот тачка. Цены пишут красивые на сайтах, там 2 миллиона 600 тысяч рублей за хороший автомобиль. По факту приходят люди, понимают, что машин, во-первых, нету, одна-две машины на дилера. Так и самое главное, что 500-700 тысяч рублей, вот плюс-минус та же самая наценка. Если мы с вами поговорим про японцев, вот вам опять же ситуация. Land Cruiser Prado, очень хороший автомобиль с точки зрения востребованности, ликвидности, все вы про это знаете. Также несколько недель назад звонил человек, хочу купить. Я говорю, нет скидок, ничего не будет, никто тебе даже по рознице не отдаст. Он говорит, да пофигу, я готов купить с допами, давай, говори, какие условия будут. Звоню дилеру, в Москве у них очень много салонов, в одной сетке 6 дилеров. Я говорю, какие условия будут, он розничная цена, плюс 1 миллион. Но миллион как бы допами, ключевое слово здесь как бы. Потому что будет как раз именно так, что допов реальная себестоимость, им там 200-300 тысяч рублей. Ну вы сами представьте, ну что можно навешать на машину на миллион. Понятное дело, это высокомаржинальные допы. И самое удивительное, что люди на таких условиях покупают. Это длится давно, вы уже про это все слышали. Но все равно есть народ, который покупает. А чаще бывает так, что народ звонит и говорит, я знаю, что будут навязывать вот 300, 400, 500 тысяч. Я готов доплатить, все что выше, идите нафиг. И то же самое происходит абсолютно по всему модельному ряду всех производителей. Вы придете в Мазду, вам скажут, там из наличия машина будет там на 200, 300, 400 тысяч допов. Все зависит от жадности и там наглости дилера. Если вы рассматриваете машину под заказ, то очень часто вам будут обещать, что да, заказывайте, ждите там 3-4 месяца. Приедет машина, вы заберете по розничной цене. Регулярно сталкиваюсь с одной и той же историей, что пишут письма, ждал, ждал, ждал. Машина либо не приехала, либо приехала. И тут менеджер приходит с опущенной головой и говорит, вот руководитель у меня такой наглый, такой плохой. Он заставляет меня продать тебе автомобиль с допами. Хотя человеку изначально это обещали. Если поднять разговоры серии, ну вот а как же договор составить. Друзья, к сожалению, все эти договора это такая филькина грамота. Если вы считаете, что с буквы закона, то будьте готовы в такой ситуации сразу идти в суд. Договариваться с дилерами все работают по принципу такому, что как выгоднее им здесь сейчас продавать, так они продают. При этом в очереди, я бы не сказал, что есть, но сам факт того, что так продают и по сей день. А это говорит о том, что спрос есть. Не было бы спроса, если бы они сидели, нечего было бы продавать, но естественно начались бы какие-то подвижки. Опять же, не забываем о том, что сейчас есть дефицит машин. Почему? Из-за этой пандемии у многих сроки сбились, потому что заводы точно так же закрывались по странам, по миру на карантин. Собирают же там чуть-чуть, тут чуть-чуть что-то в России собирают. В любом случае, какие-то запчасти крупноузловые привозят. Факт в том, что в первую очередь сейчас продолжают насыщать рынки Европы и так далее. Нашу страну по многим, там уже более премиальным брендам, будут наполнять во вторую очередь. Как это было там полгода назад, так это осталось и сейчас. И вот какой бренд не ткни, везде про что-то есть рассказать. Но если прямо детально про каждого разговаривать, этот ролик получится, я думаю, часа на полтора. Потому что, ну, действительно очень много информации. Вот смотрите, например, Шкода. Весь модельный ряд продается исключительно с доп. наценкой, если вы находите машину в наличии. При этом, вот прямо сюда смотрите, вот есть минусы, да, жесткие. А есть плюсы какие? Периодически, нет-нет, да вылетает что-то. Так, например, официальные дилеры Шкода с Питера присылали пару машин, кадьяки в хороших таких востребованных комплектациях, где реальная скидка была минус 70 тысяч рублей, плюс немножко там готовы допов подарить. То же самое, например, происходит с китайцами. Вот многие говорят, китайцы, да кому они нужны? Нужны, ребята, нужны эти китайцы, народ их неплохо разбирает. И также китайцы продают машины с доп. оборудованием, высокомаржинальным. При этом все равно, нет-нет, да вылетают тачки, допустим, там минус 60 тысяч рублей, готовы на них скидку сделать. И что-то тоже по мелочи подарить. И когда вылетает что-то выгодное, по-настоящему выгодное, с настоящей скидкой, это я публикую в инстаграме нашего канала в сториз, поэтому обязательно подписывайтесь. Сейчас такие посты выходят там не так часто, но все мы надеемся на улучшение ситуации на рынке. И, кстати, если вдруг кто-то из вас работает менеджером по продажам официального дилера, тоже присылайте предложение, если вдруг есть машина, которую вы действительно готовы отдать со скидкой. Я их с удовольствием буду публиковать. Например, пару месяцев назад мы снимали, я рассказывал о том, что Mitsubishi начали потихонечку делать скидки на автомобили. То, что было, продали, приезжают новые машины, 150-200 тысяч сверху, пожалуйста. Иногда кажется, что вот-вот такая оттепель начинается, сейчас будут подвижки, а потом хренакс и вот фигу. Но такого, как раньше, вы вспомните, Mazda 6 купили минус 150 тысяч, еще такой список доп. оборудования, минус 200 тысяч, Kodiaq раньше покупали тоже минус 200 тысяч, цены были ниже. Сейчас такого нету. Поэтому, если вдруг прям акцент вам делаю, вы где-то нашли какой-то сайт, еще что-то, где вам обещают, что вам сейчас делают скидку, сразу уточняйте, на каких условиях. Вот смотрите, одно надо понять, что скидки за трейдинг как таково нет, это поддержка. В 5% из 100 действительно бывает такое, что человек осдаёт машину по какой-то причине, дилер её забирает плюс-минус по рынку, плюс-минус. То есть, допустим, машина стоит по рынку миллион, у него её забирают за 950, но при этом ему дают дополнительную поддержку в виде 100 тысяч рублей. Таким образом, он её продаёт выгоднее, чем продавал бы сам. Но таких ситуаций, их прям по пальцам пересчитать. Вернёмся к корейцам, потому что их автомобили действительно в большом количестве покупают, они действительно востребованы в нашей стране. Вот пандемия что показала? Что очень легко перейти на удалёнку. Обучение, работа, вот всё это ушло сразу в онлайн. И тут же появился сервис, как вы знаете, от Hyundai Online, что можно покупать автомобили с сайта. И одно время это прям стало очень популярно, это прям начало всё набирать обороты. Когда люди приходят к дилеру, там оценка, а тут заходишь на сайт, тык-тык, приезжаешь к дилеру, забираешь по розничной цене. Вы знаете, что со стороны дилеров к производителю началась целая война, и сейчас там машины найти очень сложно. Народ хочет купить, говорят, давай, я буду пользоваться твоим сервисом. Хрен. Представляете, дилеры жмут производителя, они дают ему возможности продвигать эту услугу. Вот в этой ситуации, конечно, было бы очень круто, если бы сейчас все начали переходить на онлайн-продажи. Круто для кого? Для нас с вами, для потребителей. Ты приходишь, спокойно купил машину, забрал её по рознице, никто тебе мозги не делает. Но с другой стороны, на перспективу, когда же, по идее же, всё наладится, тоже какие скидки, какие торг, ты с кем с компьютером будешь торговаться. Тут-то ты приходишь, планы горят, ещё что-то. В данной ситуации дилеры понимают, что спрос превышает предложение, и таким образом накручивают по полной программе. Если коснуться премиального бренда, вот вы вспомните, какие раньше скидки были на Ауди. Я помню, когда был уходящий кузов Q7, тогда была прикольная ситуация, что, например, они стоят в жирных комплектациях 6 миллионов. Люди звонят, говорят, Дмитрий, я уже получил сходу минус миллион, что мы можем сделать? Я говорю, ну, ещё там 1300, может быть, 400 с объём. В среднем на Q7 скидывали там минус 800-1200. То же самое было с другими моделями. Q5 очень хорошо продавали, а Q4, помните, 1650-1850 в этом диапазоне их торговали, а Q3, полтора миллиона рублей. И тогда многие даже, я помню, эти выпуски писали, да это всё вымышленные скидки, производитель специально там пишет прайс какой-то нереальный, при этом сразу ты заходишь в салон, тебе тут же всё скидывают, и ты как бы думаешь, о, нифига, как мне повезло, нужно брать. Вот смотрите, что происходит сегодня. Получить какую-то жирную скидку на такие же модели сегодня просто нереально. Так, например, недавно мы искали Ауди А4 Allroad. Вот недавно, это вот в апреле месяца. Вот у него есть розничная цена, там, 4400-4700 в хорошей комплектации. Прямая скидка у некоторых дилеров была, там, ну, 1100 мы скинем, хорошо, ну, 150, а дальше, типа, всё, фигу. А раньше на эту тачку бы, ну, 1500 бы точно скинули. Соответственно, всё меняется, меняется в худшую сторону, но при этом, искав автомобиль, человек думает, а давайте посмотрим А6. А6 по рознице 5,050 отдать готовы были за 4 миллиона 200 тысяч рублей. Это единичный вариант, действительно, что минус 850 тысяч, это прям жирная комплектация была. Дисплеи, круговые обзоры, все эти фишки, которые в ней идут, они присутствовали. И то же самое с Mercedes, с BMW. Иной раз ищешь автомобиль, вообще там не особо двигаются, ищешь его же, ну, подобный автомобиль, через неделю уже там где-то кто-то готов. Поэтому, смотрите, если вы хотите купить себе машину, в любом случае садитесь на телефон и прям вот занимайтесь вопросом и серией, прозванивайте всех. Сюда же добавлю, что очень часто люди рассказывают уже о том, пишут письма, что уже стало выгоднее в регионах покупать. Так, например, в Москве там на какую-нибудь наценку 200 тысяч рублей, а в регионах готовы отдать там плюс 50 тысяч рублей. То есть, поэтому уже тоже есть смысл, кто хочет сэкономить, кто готов там прокатиться куда-нибудь за 500-1000 км. Смотрите, звоните всем. Прозванивайте и в первую очередь, естественно, задавайте вопрос, какие будут условия. Не пытайтесь там, захотите сдалека из серии, а как, что там, сделайте вы скидку, не сделайте. Сразу говорите, что готовы купить проза наличку. Как будете продавать? Розница плюс сколько или нисколько. В общем, вот сразу ставьте вопрос в лоб, чтобы в первую очередь ваше время не тратили. Очень часто стандартная история. Приезжайте в салон, будем договариваться, все сделано в лучшем виде. Все можно решить по телефону, не выходя из дома. Что делать, если нужна машина здесь и сейчас? У вас на самом деле два варианта. Первый, приходите к дилеру, соглашайтесь на его условия, покупаете. Второй вариант, это вы смотрите вторичный рынок. Третьего варианта, типа посидеть, подождать. Вот смотрите, я никакие прогнозы не беру сделать, я там не аналитик, я не эксперт, я вам просто говорю, что за последние почти уже год и там три месяца улучшений по масс-сегменту, ну нет вообще, есть только ухудшения в плане того, что цены постоянно растут. Если кто-то вам рассказывает о том, что вот там дальше будут скидки, откуда и какие, вот поймите правильно, цены вырастают, соответственно, сейчас так же накидывают допов, но потом, допустим, не будут допы накидывать. У всех машин там есть своя маржа, на Kia Rio там 60-70 тысяч рублей, ну к примеру, соответственно, такого, что вы дождетесь момент, что вам сделают какую-то супер скидку, которую есть смысл ждать, нет. В идеале это просто, если получится найти машину на сегодняшний день по розничной цене и вам скажут все, забирай, и вы понимаете, что это не обман, что это действительно комплектация соответствует цены, здесь вам нигде не накинули, не обманули, стоит забирать. Сидеть и ждать, что дальше будет лучше, пожалуйста, я ни в коем случае вас не призываю, не подбиваю, к тому все бросайте, бегите, покупайте, нет, друзья, я с вами лишь делюсь своими наблюдениями и вижу, что улучшений пока что нет. И подчеркиваю, и делаю еще раз акцент на том, что сейчас очень мало машин. Если раньше звонишь там BMW, третья серия, востребованная комплектация, их куча была разных, в разных цветах, хочешь такую, хочешь секую, сейчас звонишь, у некоторых машин нет вообще, у кого-то там 2-3 машины, у кого-то 4-5 идут из поставок, ну что такое 4-5 машин на одного дилера, у которого планы стоят, нужно продавать, то есть здесь ты на основании этого особо-то и не потолкаешься. И все об этом знают, знают то, что люди будут искать, есть те, у кого бабки есть, те, кто готов купить, есть те, кто берут кредит и сегодня он ломается из серии, ой, я не буду, а завтра приходит и покупает. Те трешки, вот 320, да, помните, я их постоянно привожу в пример, что вот с полным приводом, M-Pure, которые раньше были, бензинка там 2-300, дизель 2-400, сегодня это там 3,5 уже, про-версии там под 4 доходят. Вот еще интересное наблюдение по пятой серии, помните, да, 530 дизель за 3 миллиона 450 тысяч рублей, одно время прям активно их покупал, при том, что они стоили по рознице 4,5 миллиона рублей. Сейчас вот ищу, вот прямо сейчас, ищу человеку машину 530 дизель M-Sport Pro комплектация, розничная цена у него на сегодня 5 миллионов 910 тысяч рублей. Вот где нахожу ее без косячного мотора, недавно я про это рассказывал. Вот, кстати, многие писали в комментариях, о, беда-то какая, подумаешь, мотор косячный, но его же поменяют, но это пишут в комментариях. Люди, кто в реале хочет купить их, нахрен не хотят никакой себе мининый мотор. Нашел машины, есть в наличии с наценкой, примерно 300 тысяч рублей, то есть машину предлагают купить просто за наличку, за 6 миллионов 200 тысяч рублей, друзья. Но вылетела тачка, вот то, что нужно, со скидкой 100 тысяч рублей, то бишь ее можно будет забрать за 5800 и это уже круто. Факт в том, что, прям акцент делаю на том, что цены растут и дальше они будут расти. Соответственно, на рынке становятся дела только хуже. Вот недавно искали, допустим, Range Rover людям, вот смотри, тоже ситуация. 8,5-9 миллионов за версию спорт готова отдать, 10 миллионов за версию просто не спорт, а здоровый Vogue уже как бы дороговато. То есть, казалось бы, да, речь идет о таких деньгах, а вот плюс миллион уже как бы некомфортная цена для людей. Нашли, забрали за 8,550, при том, что он стоил там 8,950. Честная скидка была 200 тысяч рублей, ну и поддержка была за трейды, но тоже нужно не забывать. Таким образом, стоит нам сделать вывод, что за последний год и даже уже больше рынок новых автомобилей, как шел в ОПУ, так он уверенно и идет. Каких-то просветлений, про которые периодически говорят, вот весной будет лучше, вот в следующем месяце будет лучше. Об этом периодически говорили сами менеджеры, что надеялись, что вот-вот сейчас станет лучше, вот-вот сейчас станет. Ну, сейчас уже всем пофигу, сейчас уже все, типа, вот что будет, то будет. Поэтому имейте в виду, что если вы сегодня хотите купить новую машину, и вам кто-то рассказывает, что просто так вам сделают скидку, подчеркиваю, на масс-сегмент, это сразу вызывает, должно у вас подозрение. Если речь идет про премиалку, здесь да, может быть. Но опять же, не забывайте, что там тоже хитрят, машина может стоить 7 миллионов, вам скажут, что она стоит 7400, и типа 200 тысяч скинули, таким образом продали на 200 тысяч дороже. Так поступает, такое есть. Разводников всяких там, когда людей воят в заблуждение, их во. Ну, там на самом деле математика простая, но заметила одно, что люди даже не знают о том, что существуют официальные сайты, на которых написаны официальные цены. А сколько вообще машины стоят? Я говорю, так на сайте посмотрите, на каком сайте? Говорю, ну, сайт у производителя есть, он пишет там, Kia Rio, какая-то комплектация, столько-то стоит. А можете ссылку на сайт прислать? Думаешь, да, понятно. В общем, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно в комментариях пишите, как вы покупали машину, какие были условия, но расписывайтесь сделку детально, чтобы другим людям тоже было понятно. Подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят анонсы о свежих роликах. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, до новых встреч, всем пока-пока!